Всем привет! С вами Алексей. 7 февраля 2021. 20 километров от Харькова, Украина. Сегодня утром посмотрел на свой градусник и увидел там минус 14. До этого у меня было где-то минус 22. Одну ночь без ветра. Также еще были достаточно холодные ночи. Потом было потепление, дождь. Как вы видите, весь снег растаял. Снега было достаточно немало. Снег я нагребал на молодые растения. И им было там комфортно и хорошо, я надеюсь. Но сейчас снега нет. Опять начался с достаточно более-менее холодной температуры и ветер. Самое главное ветер. Поэтому я решил сделать вот такую штучку. Я накрыл молодые растения. Это касается маленьких, молодых и южных растений. Которым просто надо помочь. Хотя бы защитить их от ветра и добавить несколько градусов им. У меня есть такие мешочки. Я заказывал пупырчатые. Знаете, как для упаковки используются. Я их заказывал для упаковки саженцев. Где-то использовал, где-то не использовал. Сейчас немножко по-другому делаю. И мешочки у меня есть. И я решил, что такой мешок будет очень даже неплохим вариантом для прикрытия молодых растений. То есть, если вы осенью посадили молодые растения, они еще не успели там очень хорошо закрепиться. И вот такие морозы серьезные достаточно. Как минус 22, даже минус 15. Это многовато, скажем так. Понятное дело, там есть у меня вот с соломой они защищены. Корень защищен соломой. Это очень хорошо. И верхушка подрезана, но все-таки она есть. Поэтому, пока снега нет, вот такую мы даем им защиту. Потом, когда заморозки уйдут, мы, естественно, эту защиту уберем. Надеюсь, это очень хорошо поможет. Вот эти вот пузырьки воздуха создают там тепло. И надеюсь, растению будет комфортно. И ветер, самое главное, ветер не будет туда проникать. Так, что еще хотел сказать. Если у вас нет таких пакетов, скорее всего, у вас нет, потому что они заказные. Я их заказывал на заказ, мне их изготавливали. Можно использовать мешок из-под сахара. Знаете, такой полипропиленовый белый мешок, в котором сахар. Но не обычный мешок, а в котором внутри идет полиэтилен, кулечек внутри дополнительный. Чтобы этот сахар там не высыпался. И самое главное, он-то и не высыпется особо, но, допустим, чтобы он влаги не набирал. Вот можно использовать такой мешок. И я думаю, будет хорошо. Это касается не только зимних прикрытий, ранневесенних прикрытий и весенних прикрытий. Что такое весеннее прикрытие? Ну, допустим, вот у вас весной молодое растение, либо южное растение. Вдруг очень рано начало вегетацию и почки распускаются. И вы видите, что у вас в ближайшее время будут заморозки. Заморозки там минус 5. У нас до минус 11 доходило, да? Соответственно, мы понимаем, что это смерть. Это смерть этим почкам однозначно. Поэтому, когда есть угроза таких заморозков, особенно касается сортов трапезунт, карамановский, анаклеурия, немса и так далее, южных сортов, вы можете прикрывать мешками. Но прикрывать можно не только мешками, можно еще агроволокном белого цвета заматывать. Некоторые мне пишут, прикрывают некоторыми вещами, типа ведро, тоже неплохой вариант, но опять же, есть разные варианты. Главное, чтобы растение было прикрыто от заморозка и от ветра. Если мы это сделаем, там растению более-менее тепло, комфортно. Соответственно, в любом случае температура будет выше. И есть надежда, что не будет подмерзания почек и комбиального слоя. Главное, это большая проблема у трапезунта в молодом возрасте. Потом, если у вас, конечно, есть такая возможность, если вы проживаете рядом с участком или на участке, это замечательно. Потом, когда весной идет солнышко, вышло, потеплела вегетация, вы этот мешочек, конечно, снимаете. Для того, чтобы там не образовывалась очень теплая температура и растение не начинало очень быстро вегетировать. Потому что есть большая угроза еще таких же возвратных заморозков. А это для фундука одно из самых страшных явлений. То есть фундук не любит ветер и мороз зимой, и распускание почек своих, и заморозки весной. Вот такая ситуация. Поэтому, если вы это сделаете, я буду спокоен. Большие растения не трогаю, естественно. Они и так все нормально переносят. Там уже корневая, мощная, давно прижилось. То есть пока вообще вопросов никаких не было. И тот же трапезунт. Ну давайте раз уже мы про него заговорили. Сейчас я вам покажу. Как бы пока вот эти были 22, там у коллег было и 23 доходило. Но пока я вижу растение трапезунта чувствует себя хорошо. Море сережек. Пока почки живые. Все нормально. Вот такая ситуация. Все. Надеюсь, вы эти простые, скажем, даже не знаю, как сказать, правила, не правила. Ну в общем, вы меня поняли. Если вы сделаете то, что я вам показываю, хуже не будет. Поверьте, хуже не будет. Если вы все правильно сделаете. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Кто не подписан, подпишитесь с колокольчиком. Поведомляйте. Получайте уведомления все. Ну, а кому уж очень понравилось, нажмите строчку поделиться. У кого есть вопросы, напишите, пожалуйста, в комментариях. И всем привет огромный из Харькова. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok